Пожарно-техническая экспертиза Сгоревший живой дом на трех собственников К нам обратился 80-летний ветеран, пенсионер Он был владельцем одной из частей собственности данных Его обвиняют в итоге? Его обвиняют, да Произошел пожар на его территории Исходя из предварительного разговора, который мы провели с ним Стало понятно, что вины собственника здесь нет На первый взгляд это перенапряжение в сети То есть вина энергосбытовой компании Но у него сейчас идет суд Другие собственники других частей дома подали иск у него И к сожалению суд никак не хочет рассматривать данную версию Не хочет привлекать энергосбытовую компанию третьим лицом Мы едем посмотреть на этот пожар Оценить возможность Сможем ли мы помочь данной ситуации провести полноценную экспертизу И делаем мы эту экспертизу абсолютно на безвозмездной основе Это не важно, просто мы социально ориентированная компания Можно такое маленькое отступление Владимир, с чем связано непонимание суда Этой ситуации Почему судья не понимает Или как бы неправильно реагирует на ситуацию На мой взгляд это отсутствие соответствующей специализации в подготовке судей Юристов Судья юрист, да, она не может понимать эти технические аспекты Ну и в принципе у судей нет конкретного понимания возможности судебной экспертизы Судья получила заключение от органов дознания И она считает, что на этом в принципе, наверное, все может закончиться Но есть же независимые судебно-экспертные организации Которые более широко подходят к данному вопросу Действительно юристы имеют подготовку То есть имели и имеют подготовку По следующим юридическим тематикам Это судебная психиатрия, судебная медицина, судебная психология Вернее, основы того, основы второго, основы третьего Плюс криминалистика На самом деле, ну где изучается баллистика и холодное оружие Немножечко Все остальные экспертные специальности для юристов Как правило, это эзотерика какая-то В том числе пожарно-техническая экспертиза Которую в принципе нигде не изучают Кроме специализированных вузов системы МЧС И, соответственно, МГТУ имени Баумана Две системы, которые готовят таких экспертов Ну что, будем помогать? Добрый день, друзья Нас вызвали на пожарно-техническую экспертизу В Пушкинском районе Московской области Пострадавший Геннадий Сергеевич Королев Вот он перед нами Снимаем мы в темном помещении Поэтому за видеосъемку не несем никакой ответственности Геннадий Сергеевич, очень кратенько, пожалуйста, для фиксации Что произошло, когда произошло? Значит, 15 апреля 15 апреля После завтрака Мы все разошлись по своим рабочим местам Хорошо Я уехал в Москву, а жена пошла козом в хозяйственное помещение Понятно Мы все разошлись около 11 часов утра Здесь никого в помещении не было Когда вы узнали о пожаре? Вот Значит, жена вошла в помещение в 15.30 То есть через 4,5 часа И она в районе 15.35 вызвала пожарную ротину Войдя в дом, увидела вот в этом месте трещащий счетчик с пламенем огня и дыма кверху поднимающийся То есть помещения на момент обнаружения пожара не было в огне? Здесь не было никого И все тут было прекрасно И все электроприборы То есть был дым, был дым и горела только одна стена Вот эта часть Вот здесь вот был счетчик Я правильно Вот она Вот положение электросчетчика, в котором он находился И провод через чердачное помещение подходил к этому То есть В одной провод В одной провод Провод очень толстый Ну, как знаете, со столбов Ну, толще пальцев Понятно Вызвали пожарников Через сколько минут пришли пожарных? Значит, они через 20 минут приехали Хорошо И я приехал через 25 минут после того, как все произошло Я уже возвращался домой Войдя, я сразу побежал к месту пожара И счетчик еще был Ну, в нормальном таком состоянии Только трещал, горел И дым поднимался кверху Я хотел выключить, думаю, замыкание какое-то Я знаю, что нужно выключить все предохранители Все они стояли на месте Ни один из предохранителей не сработал То есть пожар не после счетчика пошел А до счетчика горел Вот этот провод, который был под счетчиком Вместе входа, да? Да, вот этот элемент входа, который был опечатан Каждый месяц меня проверяли на состояние счетчика Наличие этих пломб Я расписывался в журнале Вот И никаких претензий к счетчику этого не было То есть если... Я предполагаю, я не пожарный эксперт Я предполагаю О том, что если бы у вас был здесь включен, допустим, какой-нибудь нагревательный прибор Апрель, еще весна, да? То сработала бы клима Да, да Я и говорю, что ничего из моих электроприборов Не было включено Которые были все выключены Они не дали вот этого замыкания Которое получилось в результате обгорания этого провода И, собственно, последующего пожара, который разгорелся Итак, вы воочию видели, что когда приехали уже через 25 минут после обнаружения пожара Что горел в одной провод, счетчик сам не горел Под счетчиком горел Под счетчиком черное такое... Ну, последующие, когда новый счетчик мне поставили Произошел второй пожар, который я потушил Давайте мы дойдем до этого Скажите, когда вы пришли, огонь уже распространялся по строительным конструкциям? Огонь был только вот в этом месте И дым шел по чердачному этому Через крышу шел дым Когда я подъезжал, пламени никакого не было Ничего не было Было только вот здесь Почему дом сгорел тогда, вопрос? Если только в одном уголочке А дом, я вам скажу, очень печальный Когда он успел сгореть, если пожарник? Да, я вам скажу, почему сгорел дом Когда я вбежал, у меня хранились деньги Вот в этом углу Вот с той стороны была заначка Было там 2 миллиона и документы мои И когда я вбежал, я схватил отвертку Ни дыма, ни огня, ничего вот в той части не было Отвертка оказалась без жала Я подбежал, а нечем отворачивать Один нужен шуруп мне было отвернуть И открывалось это, но я взял бы и ушел И тогда последствия были бы другие В этот момент вошел пожарный Со своим шлангом И я ему по горячке говорю Слушай, он говорит, уходи, дед, уходи Я ему по горячке сказал, что у меня в углу документы и деньги Тогда он меня пинками стал Вытолкал меня пинками и говорит, уйди Еще даже не включалась вода Ни дыма, нету Ну, совершенно чистое помещение было И после этого, после этого Я все же думал, стоял здесь Что не дойдет до того Горит-то только это Четыре пожарных расчета Вы представляете? Тушились с четырех часов До двух часов ночи Вот вы видите, какой очаг То есть, они То есть, зайдя в помещение, где Площадь возгорания, там, грубо говоря, шесть метров Да, два квадратных метра, по сути Ну, два метра Они, вот, мне очень это неприятно Но они сжигали Я пять раз подходил к пожарным Говорю, почему не тушите? Воды нет Вы видите, вот пруд и вот пруд Четыре расчета, воды нет Ну, раз сказал, два сказал А потом я понял Они с этого тянули разгорание до того угла В котором у меня были деньги И в результате, в результате Когда все... Я вначале не понял А сын мне говорит Пап, четыре пачки по пятьсот тысяч Там должны быть несгораемые И вот на место нету ничего Ни пепла, ни вот этих полосочек и так далее В то же время, в то же время Вот здесь у меня, ну, такие обихожие деньги Сорок тысяч Вот, в самом очаге пожара И я их потом достал вот отсюда И они не обгорели почти И я их потом заменил А вы о том, что банки, банки существуют, знаете? Да, вы понимаете? А, а пятьсот тысяч в этом мешке И деньги эти Вы же сказали, два миллиона Я получил за квартиру, которую продал В семнадцатом году продал в Заветах Ильича Посчитал, что мне не нужна уже эта квартира И деньги мне более были нужны Поэтому мне очень неприятно это Вначале не подумал А потом понятно, почему То есть они, можно вас перевести, Геннадий Сергеевич? Они, получается, с четырех дня до двух ночи Десять часов тушили Да, да Площадь помещения с площадью пожара Два квадратных, тире шесть квадратных метров Да, естественно, да Я удивляюсь, я все То есть они сделали так, то есть инициировали, да? Чтобы помещение целиком сгорело Сделали так, чтобы сгорело Чтобы было видно Ну, дайте, вот, понимаете Здесь была металлическая дверь Да Все это закрыто Там ничего, никаких, это, ну И спрятано было вот там И довести до того состояния Вот из этого Но это Ясно Юрий Сергеевич, какого года постройки дроби? Тридцать Так, тридцать восьмого года Тридцать восьмой год Какая-нибудь угнезащитная обработка проводилась на древесине? Значит, при уходе на пенсию Это приблизительно Пятнадцать, семнадцать лет там назад Вся проводка Нет, угнезащитная обработка древесина Жидкости какие-то розовые там Значит Сколько лет назад это? Значит, я вам скажу Ну, лет пятнадцать Лет пятнадцать назад Значит, в доказательство этого У меня Мы вам верим Запасы остатки Есть Я вам покажу Канистру с этой жидкости Которую я купил больше Нормы И не старайтесь Пятнадцать лет назад Последняя угнезащитная обработка Площадь пожара Изначально Вот эффективна Друзья мои Можно оператор на меня? Друзья мои Я так думал Мы приезжали за одним Да У нас совершенно другая ситуация Здесь По всей димости Речь идет не о том Что Результаты Выводов пожарной инспекции МЧС Были неправильны О том, что Банальный криминал Банальное воровство Мы Наблюдаем в данный момент Банальное воровство Причем сотрудниками МЧС Я так полагаю Наш видеоматериал Надо переслать Копию В прокуратуру Областную В надзорные органы С тем, что возбуждали Уже дело по другим статьям Уголовного кодекса Оператор Пожалуйста Снимите тот угол Где у нас Деньги прятались Можно? А Пожалуйста Покажите нам Где это находится Где у вас был тайничок Тайничок Пожалуйста Да Так осторожно А вот так Здесь Все такие С той стороны Так осторожно Осторожно А то мы не доживем Здесь До конца дня Подойдите поближе Пожалуйста Вот в этом углу Здесь вот такая была панелька Которая скрывала Ну под дерево Поближе И нужно было один шурупчик Только вот снять И И вот здесь Все лежало Документы Которые Ну Я документы Хранил в трех местах Здесь Под кроватью И в результате Под кроватью Осталось И документы Вот на дом На землю Они сохранились Под кроватью А вот здесь То что было Для меня Самое ценное Так ладно Мы поснимали Место Ну и я Вот думал Дверь закрыта То есть сюда Огонь Более-менее Через металлическую дверь Пройти никак не мог Ну А Как сюда Ну Стоял Еще раз Говорю Я пять раз Я подходил В пять раз Воды нет Я говорю Ну вон пруд С этой И с другой стороны Что вы не можете Этой воды взять Ну Так друзья мои Мне кажется Достаточно Андрей пожалуйста Сними вот это направление Вот Как В каком состоянии крыш Ну Я вот Не пожарник Но неужели На тушение Такого В этот Четырем раз Нужно столько Времени Для тушения Этого пожара Здесь Никаких Ни горючих Ни смазывающих Никаких Веществ Здесь не было То есть Никакой Горючей нагрузки Который служил бы Катализатором Горения Легковоспламеняющейся Жидкости Горючей жидкости Ничего не хранилось Ничего не было Мы вас поняли Геннадий Сергеевич Давайте Наверное выйдем наружу Потому что здесь У нас Видеосъемка Отвратительная Давайте Давайте выйдем Тогда наружу Из За пределы За пределы Тушить пожар Небольшое место Возгорания Площадь Там 2-6 метров Господа пожарники Заперлись Помещение Начали его Банально Шмонать А с тем Чтобы скрыть Следы воровства То есть Растащили Буквально Растащили огонь По всему Помещению Вот В результате Человек Лишился И денег И помещения То есть Два в одном Поэтому Я думаю Этот материал Мы должны Передавать В надзорные органы Прокуратуру Пускай возбуждают Уголовное дело Против служащих Или вернее Сотрудников МЧС Да Конечно Будут Нелестные комментарии Адептов Там Или государственных Служащих Которые Работают В этом органе У каждого Друзья Мои Своя работа Наша работа Изобличать Вот таких Жуликов Друзья Геннадий Сергеевич Расскажет Историю С судом Давайте Про суд ваш Значит Я Удивлен И Нашим Судом Который По отношению Ко мне Отнесся Не только Как Не к человеку А к какой-то Нечисти То есть Расскажите То есть Вас что-то Заскали Больше того Я еще Не успел Собрать Чтобы подать То есть Вы в итоге Пострадали Соседние дома Примыкающие Правильно Правильно И соседка Которая находится Слева Или справа Подала На вас В суд Да На меня Подала И сколько Взыскала Она с вас Взыскала Хотела Четыре А суд Присудил Уже Два с половиной Миллиона Нет То есть Осметила Ремонтные работы По какому Дому Вот по этому Сараю Нет Нет Только Вот по этому Это племянники Моей жены Они не стали У них только Крыша А это Построил Вот видите Трубу Она Вот этой высоты Построила Второй этаж И мешала Тушению Пожара Вы понимаете Пожарники Не могли Вот с этой нельзя С этой нельзя А с этой Она закрыла окно В мое помещение Следующий вопрос Вот это Вот это Что такое Это уже после пожаров Вы начали строить Да Значит Не рассказывай Это после пожаров Это после Нет Следующий Следующий вопрос Какое решение Вынесло МЧС Какое постановление Что там написано Против меня Уголовного дела В возбуждении Отказать Пожар Произошел От короткого Замыкания В электросети Короткое Замыкание В электросети Пожарник Уходя Ну я первый раз Я не горел За 85 лет Он сказал Что вы Геннадий Сергеевич Не виноваты Я говорю Ну они уже Заранее заявили Ко мне претензии Так как было Видно Что пострадал И вот Построив Обратите на это Внимание Построив Второй этаж Без моего Согласия Без Согласия Ну Организации Которые положено Выдавать Пристройки То есть Самострой Она помешала Тушению пожара И за эти Самодельные Стройки С меня Два миллиона Только за то Что на второй этаж Построила Незаконно А у нее документы Только на Первый этаж И подсовывает документы Первый этаж Смотрите У вас здание Вот это Скольки этажные Было Как оно Выглядело Одноэтажные Так же Как и вот Этого Да То есть Продолжение Как пенал Да Длинный Да Вот Все было Вначале Все было Вот И здесь И здесь И мой Но Четыре года назад Я сделал крышу Не вот Как тут Двухскатную А четырехскатную Видите Вот это Моя труба Это ваша труба Это моя труба Вот И Вы видите Ну Где кончалась крыша В результате После того Когда я сдал Значит Все это На законном основании Это помещение Жилым Не признано было Вот под крышей Которой Это как-то Они называют Ну Какое-то слово Там Не антресоль А как-то Мансарда Мансарда Правильно Мансарда Вот Не входит И у меня Количество Жилой площади Не увеличилось Вот Все у меня Это документально Было Оформлено Дом не застрахован Дом не застрахован Страховщики Так как он Тридцать Восьмого года Значит Он Не подлежит Страхованию Страхованию И первая стоимость Вот меня что удивляет Вот эти два миллиона Которые Он стоил 50 тысяч И только совсем недавно Вот в связи с какой-то реконструкцией Изменению цен Он стал Его балансовая стоимость Стала 700 тысяч То есть Дом стоит 700 тысяч А мне присудили Встретились с другим госслужащим Да Из МЧС И он вам помог Послушайте Госпланин В СНХ Госкомитете по внешним экономическим связям Ну Потом Закончил спецработу Работал Замглавврача По кадрам Седьмой Туберкулезной больницы И потом Кадровиком Закончил Всю свою жизнь Я Ну Не верю Что к людям Так плохо можно относиться Со стороны администрации Какой администрации Мы про суд сейчас говорим Или про МЧС Про суд А это что Это же люди Это честь Совесть У нас Как бы спор На первый суд Не прислали Когда Читает Это я говорю Неправду Она говорит о том Что она со мной Неоднократно Хотела решить У вас был адвокат Или не было адвоката На первый суд Пошел без адвоката А когда вижу Что судья на меня Ну прет так Что я буду виноватым Без вины Решение вступило В законную силу Нет По взысканию С вас денег Мы сейчас Обжалуем Обжалуем Да Ну и Еще раз говорю Ну нельзя так Нагло Жена Целое заседание Суда Стояло Стоя в суде 81 год Это какое же Отношение К человеку Как Которая И судья Молодая Абрамовая фамилия И я вам скажу Что вы Какой суд Это Пушкинский городской суд Пушкинский городской суд Ну и она Во мне Какого-то Зверя Врага Видела Почему стоято Стояло Там Она Естесть Не Там Места Не было Но она Сесть Не предложила Полтора часа Жена Стояла Слушала Заседание Суда Это отношение Чисто Человеческое Видеофиксация Так как мне в начале 4 миллиона Предъявили Это оценочное Это не то Оценочное Значит судья Назначила Эксперта Судебного За мои 60 тысяч У меня Пенсии 20 тысяч Я говорю Эксперту И мне нечем Платить Смотрите Судебную экспертизу Назначила По оценке Ремонтно-восстановительных Ее Не моих Ее Ну и этот Эксперт За 60 тысяч Я говорю Нечем платить Я тогда 3 месяца Буду голодный Он говорит Ну а какой результат Будет Если я бесплатно Заплатишь Еще дороже И результат 500 тысяч Он легко Только Махинация В цифры Эти 15 процентов На все Поврежденное А он По Ну Источнику И в результате 500 тысяч Уже Фамилию эксперта И экспертную организацию Не скажете У меня есть все Документы И квитанции И самое главное Вот Государство Хочет Помочь Пенсионерам А она меня Заставила Я сейчас 3 месяца Живу На пенсию В 14 с половиной Тысяч Которую у меня Получает жена А 20 тысяч Я Эти 60 Выплачиваю Которую я занял Вы могли не платить Ну Если вам Говорят Что Как я буду Делать В твою пользу Экспертизу Если ты мне Не платишь Ну Не в вашу пользу Сделал Экспертизу Ладно Его задача была Просто оценить Давайте не будем трогать Этого строительного Эксперта Который оценил Ущерб Пожар Пожарно Пожарно-техническую Экспертизу Никто не проводил Не проводил Вам говорили о том Что вы вправе Назначить экспертизу Для определения Виновника Никто Мне ничего Вот самое главное Электросети Привлекали вы Энергетическую компанию Я написал Предсудебное Ходотайствовали О привлечении Третьего лица В лице Ходотайство К ним Чтобы они Решили Это До суда Потому что Перед этим Я к ним Ходил В северные сети Ходил на прием Выслушал меня Зам Начальника Северных сетей Которые Меня сожгли Северные сети Как это до конца Называется Полярные сети Ну правильно Скажите Как это называется Значит Нет Пушкинские Пушкинские Значит Северные Ну у меня Если Разрешите Я потом вам У меня есть Понятно Некий Северные Пушкинские сети Да У меня есть документ Как они правильно Называются И вот я Зам Начальник Он выслушал меня Понял Встал И говорит Напиши все это Я написал Он взял И говорит Геннадий Сергеевич Чем тебе помочь Денегами Я говорю Вот чем бы ты мог Помочь Если бы Ты сгорел Вот Он говорит Понял И пошел К начальнику Результат нулевой И в результате Назад Пришел И говорит Геннадий Сергеевич У нас нет полномочий Вам Оказать помощь Вам придется Обращаться в суд Понятно То есть вас Мягко отшили В суде Вы знали О том Что надо Привлекать Электросетевую Компанию Вот эту Или Энергосбутовую Не знали Я вам простые вещи Буду задавать А вы далеко не О том Мы будем Про котенка Говорить В суде Вы ходатайствовали О привлечении Сетевой Компании Я Да Я в суде В суде Я даже попросил После этого пожара Возникла два раза Ситуация Такая же Пожароопасная Я один пожар затушил И я просил их Справку запросить Которую мне Организация не дает Что у меня Второй Было еще два раза Возникновение пожара По вине Электриков И суд Мне в этом Отказал Вы ходатайствовали О проведении Пожарной экспертизы Нет Не ходатайствовали Почему У вас же был адвокат Или не было Адвокат у вас был В суде Был Был Не ну если адвокат Не назначает экспертизу Адвокату надо Организация У меня есть договор Если хотите Я вам предъявлю Сергей Сергеевич Наверное К следующему заседанию Подали ходатайство О назначении Судебной экспертизы Вы пожарную экспертизу Подавали все таки Пожарную техническую Я считал Что вот это Акк Да или нет Подавали или не подавали Я не подавал Не подавали Адвокат подавал То что мне пожарники Вручили после этого Адвокат подавал Или не подавал На экспертизу Ну вот по оценке Ущерба вам делали Экспертизу По виновности В возгорании Делали экспертизу Нет Не назначали Не требовали Почему не требовали О чем мы сейчас говорим Ну я от этого Я этого не знал Хорошо Геннадий Сергеевич Скажите В органах дознания Экспертизу Ведь проводили На основании которой Да Сюда приехал пожарник Еще Все таки была экспертиза Была Но в материалах проверки То есть на стадии проверки А ну то есть в виде справки Ну небольшая экспертиза Значит у меня Вот это постановление пожарной есть Подождите Постановление это немножко Геннадий Сергеевич Подскажите А вы в суде говорили То что вы не согласны Со своей виновностью Вы говорили об этом в суде Я не только Я писал Вы писали Хорошо У меня есть написанное Я вам могу предъявить А судья вызвала эксперта Из органов дознания Который проводил экспертизу На допрос Чтобы он дал пояснение Нет То есть судья даже не вызывала эксперта Мы попросили третий Пришел третье лицо Я лежу в больнице Какое третье лицо? Вот электриков Мы попросили То есть пришли Все таки привлекали Привлекали да Электриков Он пришел и говорит Я не в курсе Дайте мне возможность Быть Юрис Концент пришел Из электросов Не инженер Нет соответственно От него толком Значит попросили отложить И просил отложить Суд отказал Присудил Я лежа в больнице Прислал им справку Из больницы Прошу отложить До моего Отказали Я удивляюсь Я удивляюсь Адвокат Что вы же говорите За свою Большую практику Я первый раз вижу Чтоб так относились к людям Все нам отказали Вне судебной экспертизы В итоге не проводилось В суде Судья посчитала Что вот Справка из МЧС Это доказательство Без 307 При этом человек заявлял О том что он не согласен С присуждаемой Ему виновностью У меня есть эти Эксперты Помоги эти у меня есть Я вам их покажу Суть проблемы в том Что органы дознания Пишут Достаточно размыто Свою причину пожара Они указывают Под причиной пожара Аварийный режим работы Электрооборудования То есть для человека С гуманитарным Юридическим образованием Этот ответ Да Человек не понимает То есть человек видит Что ну Аварийный режим Поломалась машинка Нет Человек скорее видит Где очаг пожара Видит что на территории Королева Геннадия Сергеевича Соответственно На его территории вина Но в причинно-следственную связь Между выявленной причиной И От чего она возникла Суд даже не углубляется Ну это банально Как гидроудары При заливах То есть Какая-то Снабжающая организация Дает огромное давление У всех лопаются Стояки То же самое В результате чего Только здесь вместо воды Электрично Вот и все Знаете в результате Вот поставили новые столбы В прошлом году И Вот у меня пожар Первые Вот эти два Они от них не зависели А последний Третий У меня 18 лампочек перегорело То есть Перенакал Я сразу вызываю Аварийную службу Приезжают Устраняют Говорят Все устранили На следующий день Опять И они только путем Вот эти Видите Четыре провода Сняли два провода Переставили на другую фазу И тогда только Ток вошел В свою норму И перестал И я Ведь если бы я не вызывал А то Загорелся провод Я вызвал аварийную службу Они устранили Перегорели лампочки Выстрелили зарядное устройство Это Я опять вызвал Не пошли устранять Залезли на стол Переставили Но ведь это же факт Который существует По сути По тому что Описывает Геннадий Сергеевич Это явный признак Перекоса фаз Ну проще говоря Перенапряжение Но Вы же давали Эти все пояснения В суде Да Да нет Я думаю что нет Потому что Нам тяжело его опрашивать Я в письменном виде В суде Все это указал В письменном виде В письменном виде Вы это указывали Но суд при этом Никак не прорегировал И в письменном виде Что моей вины нет И я просил Отказать Собственно Басовой В удовлетворении Смотрите Геннадий Сергеевич Чтобы доказать отсутствие вины Над этим надо работать Адвокат у вас не работал Ходотайство Никаких назначений Судебной полноценной Экспертизы Не подавали Суд не учел Ваш возраст Не учел то Что вы Грубо говоря Не так Ясны в сознании Как молодые люди Да допустим Конечно Ну 85 С той стороны Приходили юристы адвокаты Вы приходили с Слабым Мягко скажем так Юристом Который не знает О том что виновность Определяет Не суд А фактически Судебный эксперт Пожаротехник Который исследует Объект Исследует локально Там Грубо говоря Провода Вот ваши И ваши счетчики Я думал что Он Знаете что Он отрезал провода Вот этот Смотрел Сечение проводов Я думал что Вот этот пожарник Который все это сделал Он просто изымал Вещественные доказательства Да И он сказал Что все у вас нормально То есть Нет у меня Тонких проводов Тогда Ну я работал На фабрике Мне электрики Все это сделали Таким образом Что запас Прочности Был большой Это Исключено Но самое главное Не было Ни одного Источника Кроме холодильника Который потреблял это И загорелся Подающийся То есть По сути Органы дознания Они выполнили Свою В принципе Основную функцию Они написали Постановление Об отказе В возбуждении Уголовного дела Не передали По последственности Уже Не нашли поджог И определили Что виноват сам Разгорится И то что Мои источники Дали пожар Вот в чем Они мне Я считал Что этого достаточно Вы неправильно Считали Итак друзья Смотрите В общем Мы по результату Обследования Проведем Бесплатно Пенсионеру Королеву Геннадию Сергеевичу Экспертизу Результаты Экспертизы Мы вручим Персонально ему И направим Данный видеоматериал И соответственно Заключение Копию в прокуратуру В надзорный орган С тем чтобы Они Провели проверку И приняли по ней В результате проверки Адекватное решение А тут кто живет? Соседи? Вот это бросил Вот у нее Если А вы где? Как заходите на свою территорию? Вот она заходит отсюда А вы? Я захожу А чем мы выходим Через Ну А зачем По горелке А я живу Вот Это Чердак А вот ваш участок Вот так Да Вот это Все мое И так вот Между нами Мужчинами Мы ей подарили Три с половиной сотки земли Безвозмездно Ну подарили как? На словах? А? На словах Почему? У меня есть документ Ну это ваше право Право-то мое Но мы были в хорошем Когда она стала хамить И делать это Мы с ней Рассорились окончательно И теперь Получается Вот построила на моей земле Пользуется моей землей И с меня еще хочет 2 миллиона Сергей Сергеевич Вы мне расскажите В итоге копии материал проверки Вы получили В органах дознания Вы получили копии Значит Вчера Я еще и одно заявление Так Они мне Сейчас на четверг позвонить Назначили Написал Значит Что прошу Дать мне посмотреть Ознакомиться С копией С материалом проверки Начальнику написал Вроде бы тот написал Ну какому-то там Инспектору Тот Говорит Это в течение месяца Я вчера у них там был Ну Секретарь мне сказала Позвоните В четверг Я скажу Не исключено Что он там Геннадий Сергеевич В четверг звоните И обязательно Мне потом перезвоните Хорошо Говорите о том Какой был разговор То есть Я с них Они мне сказали Что дадут И я переснимать буду У меня телефон есть Я все Замечательно Сниму И вам все дам Лучше Возьмите сына Попросите Пусть с вами съездит Пусть хорошо все сфотографируют Мне нужно Чтобы было хорошее качество Все Ну Пошли на выход Покажете где живется Да Безусловно Рассказывайте Где вы проживаете Летняя столовая Спальня Туалет Вы издеваетесь В смысле Издеваетесь На данный Издеваетесь На самом деле Что это В результате Что это Это ж Это вторая Семна пришла Значит летняя уже Зимняя Кончилась И Чердак Курятника На котором Я В котором Я сейчас живу Я охотно Покажу вам Что И мы Зимовать Вот в этих Все холодное Как вы понимаете Как зимовать Не знаю Это первая зима То есть Это было же в апреле Этого года Да Ну в апреле Случилось Покажите пожалуйста Нам детали Все Оператор как раз Поснимает Сейчас Он тут Андрей Проходите Это для контента Да Да Земля По земле Идем Что это Раньше Всегда было У вас То что В сарае Раньше Телевизор Это выбрасывали А я не выбросил Вот видите Здесь А как вы смотрите Здесь же Какое Все Включается Здесь И сидите Вот так вот Смотрите телевизор Да Ну а что делать И Чем-то вот Занимаюсь Когда Какие-то Ну Делание тут Не в проворот Как вы понимаете Ну а это вот Ваше жилище Жилье где Мы с бабушкой А свет можно включить Если не сложно А то мы тут Ничего не видим Вот 85 лет Мы как скалолазы Зайди пожалуйста Андрей Григорь Акробатиков Слушай Я прям Свет включается Над тобой Белая штучка Сзади У нее Окно О Молодец Акробатиков Блин Тут Чтобы залезть В этот сарайчик Ой Ой Это у вас что было Или есть Это Курятник Было Над курятник Это над курятниками Значит Когда то У меня Идея возникла Сделать сарай Курятник И дом Расскажи Просто мы Я это Во время отпуска Из отходов Древесно-стружечных Плит Их выбрасывали А я их Купил за бутылку И слепил Вот этот сарай Давно да уже Да Давно Он холодный Здесь конечно Это Ну вы чем сейчас Обогреваетесь Это Явилась Только выключил Кошку просится В окошко И вы знаете Что хочу сказать Вот в суде Я встретил Плохих людей Вот в лице Судьи А вот все Что вы видите Вот это Подарил сосед Вот это Подарил сосед Вот это Подарил сосед Ну И все Вот Имущество Которое Вот вы видите Подарили люди Вот одета Бабушка Подарили люди А другие Не видят Мы хорошие люди И нас всегда Уважали Где ваш сын Помогает Дети помогают Но они Не могут Вот построить У меня дом Нет у них Таких средств Ну у меня Три внука Ну скинулись Они мне Денег Дали на строительство Ну я собрал Это деньги Поселковый совет Я ей очень благодарен Она дала ей Сто тысяч Такую сумму Я даже Честно говоря Не ожидал Ну Дальше Люди вот все Собирая Старались Нам И когда я Я вначале Был в отчаянии А когда я увидел Что люди помогают И что Собирают Ну поверите Я 25 лет На пенсии Услышали Мои сотрудники И Собрали мне В помощь На дом Но ведь Это же нужно Я понимаю Что я оказался Без вины Виноватым Все потерявшим И вот Только среди Вас я Какую-то поддержку Которую Безвозмездно Хотите Денег-то нет Нечего мне Вот куда не обратиться Вы говорите В экспертизу Ну куда не обратиться Даже суд назначил Я не думал Что суд за мои деньги И теперь вот Мы с ней Живем на 14 тысяч Ну разве Можно двоим Старым людям Вот в таких Зимних вещей У нас нет Все что нам подарили И дали Только осеннее Весеннее А потом давали Я была 56 размера Стала С этим делом 46 Все знают Что я была полная И все на мне висит Всего полно Все Надавали Но одеть не могу Ну вот Поверьте Во все понимаю Ну не Я даже не Предполагаю Дает Вот как в кино Тысяча рублей Рай Прости Что могу Да Ну это Сует мне Я никогда не брал Никогда чужих денег Ну А дает Сует пятерку Предполагаю Пять тысяч Я говорю Ну я же не нищий Геннадий Сергеевич Ищут И правые люди Мы оказались Ну в безвыходном положении В безвыходном Ну И ждать И ждать На следующий день Вот я вам скажу У нас нет денег Все сгорело Нету Ну простите за грубость Жратвы Пошли Наверх Здесь у нас есть Чебуречные Заказал чебурек Денег не взяла Буфетчица с нас Я ей даю У меня последние Пятьсот рублей Она не взяла А бабушка шла Из магазина В парикмахерскую Говорит Парикмахерша Постригла ее И тоже денег Не взяла Приходите В любое время Денег с вас брать не буду Вот так люди Относили И говорит Ты деду приведи Она и повела меня И меня постригли Бесплатно Он боится людей Наверное Сужих То есть есть люди Которые понимают И сочувствуют И готовы И вот честно Я взрослый человек Я побывал В 20 странах мира Моя работа была такая Что Ну Был в загранкомандировках И видел Как люди там относятся По культуре И вижу Как Здесь Никогда я не был Ну ни в чем Улечен Или Там С судом С милицией Или с кем-то Я никогда не имел Я жил здесь 25 лет Сажал деревья Ухаживал за прудом Это ваша пенсионная недвижимость Да? Так сказать? Да И вы понимаете Я был доволен И Ничего мне не нужно Я даже лекарства не покупал Которые мне положены Вот Которые бесплатные Бесплатные Я их даже не покупал Я платил У меня были деньги И мы Квартиру Которые тут Продали То есть это добавка к пенсии Мы бы умерли Так же Будучи состоятельными Одетыми Обутыми В доме И так далее Все я делал Своими руками Мне хотелось Добиться Ну Какого-то комфорта Своими руками Сделать Так как я Ну В учреждениях работал И На природе И мечтал об этом Что я В сельской местности И я сделал Я сделал водопровод Сам Все своими руками Все делаю Своими руками Вот все что Вот мне дали Но все это нужно сделать Я слесарей никаких не вызываю И все сделал Своими руками Числи сломались Дедушка делает Электричество делает Сломался Этот делает Все своими руками Все Чего только Вода Ну А в результате сейчас Вот поверите Вот после пожара Я там Вырыл Канаву Да Как погребочек Ну как погребочек Чтобы зимой была вода Нужно чтобы Мотор был Копить Мотор Не замерзал Я понял Я понял Вот вырыли Но денег нет Землю эту раскидать Вот 85 лет 15 кубов земли Вот там Выходили Я раскидал Своими руками Я видел Я видел Она говорит Что ты делаешь Дед Ты умрешь А у меня Вот это злоба Обида И так далее У него Азарт вот такой Он себя находил Вот в этих сночках И самое главное Я думал Вот честно Я пошел в эту организацию Я думал Мне ничего не нужно Я не жадный Думаю Ну сожгли Ну помогите мне Построиться Ну поговорили Сколько мне осталось жить Немного Ну значит не нашел Я им написал То что у меня сгорело Я представил чеки Не как она воздух назначил Чеки Инструкцию Вот к тому что это То есть То что действительно То что не смог Одних сувениров Я навозил столько Я в Индии был Предположим Два года В командировке А то есть Это про все Все имущество Вы чеки хранили Да И вот чеки Вот понимаете Деньги украли А чеки под кроватью У меня чемодан Ну вот Такого типа Вот видите Такой чемодан был С чеками Покупал Я туда складывал Не думал И они пригодились И понимаете И сейчас я вот Ну готовлю Все таки Я буду подавать В суд На Электроорганизацию Вот Ну я представляю Чеки Я представляю Инструкцию Того что сгорело И так далее Это для подтверждения Стоимость Для подтверждения Что я не выдумщик А то что у меня было Ну Ну что ж Сгорело Это несчастье Это А второй дипломат Был С моими Со всеми документами Все там у меня И он всегда говорил Что случится Прям под кроватью Дипломат Прям хватай и беги А вот здесь Вот в углу У нас деньги Прям бери И беги А когда пришла Дверь открыла Тренировку проводил Как деньги Если пожар Вот поверите Она все Что ты у меня А сам Это ну Все накаленный И прибежал С пустой отверткой Если бы Отвертка была Я бы достал Свои деньги И сейчас бы Мне было намного легче Пожарник Вышвыривал его Он рвется Туда к этому углу А нет Еще не дыма Вот там когда Он меня выкидывал Никаких следов Не осталось Понятно От документов Остались Следы Мы вам не говорили Мы сейчас сделаем Видеофиксацию И материалы попадут В прокуратуру С экспертизой И с С нашими С нашим опросом Так сказать Уже чуть ли не Журналистским расследованием Так Хотя мы не журналисты Ну все тогда друзья До свидания Значит Все документы О чем я говорю Ну вам я скажу Вот эта спецсвязь Я шифровальщик Понятно Поэтому я Я работал Которые Тунту Тунту Сидели и Получали Да Меня охраняли В штабе округа Я единственный И вот когда меня Хотели Спецсвязь ПСБшная Или там КГБшная КГБшная же Да Я военно-морской флот Я кончал специальную школу Вот этой связи В Астрахани Вот И потом 20 лет по ней Работал по этой специальности 20 лет А потом мне надоело Сидеть За Решеткой Зверьми Говорить нельзя Что я Вот Я вам Сейчас говорю Потому что прошло 45 лет Как я не работаю Я вам сказал Что я шифровальщик А так я подписку давал О том Что я был учителем Я был там Механиком Вот с вами беседа И так далее Но я никогда Не мог сказать вам Что я шифровальщик И в результате Вот У меня хорошая жизнь Вот и бабушку 45 лет Вот я с ней живу 45 лет Ну И В результате Вот Когда все это Я говорю Давай уйди вместе В мир иной И все будет легко Ну Не захотела А мне легко Вот Не попей неделю И все И достаточно Для того Чтобы уйти Ну Ну как я ее оставлю Она же пропадет у меня Без этого Ну ладно Меня три месяца Выхаживало У меня ноги отнялись Все отекли Ну Поэтому жизнь у нас Хорошая Добротная И На этом Но я считаю Что вот вы Меня просите Мне Кто-то свыше Дает вот это Испытание Это Будучи уверен Будучи честным Уверен Я в суд пошел Ну считаю Что 300 процентов Доказатель Что они виноваты Что электрики Виноваты И когда я увидел И когда я увидел И поверьте Я пять лет Был народным заседателем В Бауманском Народном суде Когда избирали Раньше избирали И Судья не одна была А были заседателем Нас два заседателя Плохо сидели Плохо сидели Вы уже знали И вы понимаете И я Знаю эти судебные Я знаю как все это Ну варится Пять лет все таки Не прошли даром Это как общественное было И так далее Ну и вижу что Она мне Шьет Не существующее Тогда я вы Ну Адвоката 120 тысяч Что? Нанял адвоката Вы наняли адвоката Заплатил 120 тысяч За проигрыш делу За проигрыш делу Вы понимаете И в результате Опять получается Больше того Значит адвокату отдал За дом Адвокат Во Классный адвокат За проигрыш 120 тысяч За выигрыш Наверное 220 Ну И вы понимаете Притом Я им говорил Слушайте А как адвоката Давайте прославим его Адвоката У меня есть Вы не помните Как зовут? Зовут помню Почему Альбина Викторовна Зовут ее А фамилия? Вот Значит Ну если хотите У меня есть Альбина Викторовна Хорошая женщина Хорошая женщина Женщина Но она Знаете что Не помогла Ну вот эти все Отказы Которые она писала Она грамотно Она грамотно Их писала Она говорит Что же нам в Вики Предвзятость Судьи Ну говорит Ну явно Так говорит Нельзя себя нагло И нахально вести Ну видимо Когда адвокат Приграет дело Он входит в свое положение Подождите Альбина Викторовна То есть она Бесплатный у вас адвокат? Она уже другой у вас адвокат? Да? Я погромче Альбина Викторовна Альбина Викторовна Уже другой адвокат у вас? Второй? Нет А второй у меня есть еще адвокат Нет Какой адвокат? Она какой по счету адвокат у вас уже? Второй Второй А первый взял 120 тысяч? Нет Вот этим я заплатил 120 А вторым заплатил 65 тысяч Ну дело Эти попросили Чтобы Ну Дело Уже готовы Претензии к электро этим Но Они попросили Не спеши Я думаю Не стоит разбираться В адвокатских этих Хитросплетениях Вы десятки лет работали На государство На государство 40 лет И государство вам сейчас отплачивает Отплачивает Вы понимаете Вот мне это обидно Когда я был нужен Меня на гаупуах Нельзя было посадить Широкий Креша ходил Будучи еще И Комендант меня арестовал А начальник штаба ему звонил Говорит Ну ты что Придешь Связь поддерживать Вместо Королева Тот говорит Ну говорит Отпусти Вот 10 суток Гоупвахты Я Не отсидел Потому что Меня нельзя было просто посадить Я единственный человек Который Связь обеспечивал Округа Собственно С флотом Штаба флота И так далее Ну То есть Был нужным Был Значимым человек А сейчас Вот знаете Насколько обидно Мало того Что ты весь голый В чужом Это тянет Это велико Это не то Ну и на улице Ты не можешь даже Купить то Что я Для чего я добавлял Вот этих денег Себе Продавая квартиру Вот Я сейчас не могу Лекарства Я мог себе позволить То чтобы мне Полегче Поэтому я и прожил До 85 лет Но это Никого сейчас не волнует И никто На это не обращает Внимание Скажи как тебе В собесе сказали Что помощь Оказывается До 75 лет Только Не Не в собесе Хотел взять В банки Думаю Возьмусь Давайте не будем Банки хаять А то мы уже ушли Ну дайте мне Раскрутиться Как-то на это Сколько вам лет 85 До 75 лет До 65 Давайте Быть честным Вы говорят уже Свою жизнь Прожили Чего вам уже Дайте пожить другим Ну вот Парадокс Ну я же живой Видите Нормальный человек Я живу нормальной жизнью Ну И Больше того Не сдаюсь Врач Я сейчас только из больницы Вышел Врач Говорит Геннадий Сергеевич Вам нужно Ну Поменьше Вот этих эмоций Вы можете Сердце разорвется Я говорю Не умру до тех пор Пока не докажу Что я не виноват Ладно Мы прощаемся с вами Спасибо Что уделили нам время Поэтому я Вот честно говорю Когда я Это вот Вы светлое пятно В моей черной Одной из пятен Послепожарной Я на вас надеюсь И я Не думайте Что я ходил Я думаю Где-то редактор Для кого-то Ну сказать Донести Ну нельзя Вот Ну мы живые Нас нельзя выбросить Как собак Ну Мы кошку не можем выбросить Потому что она Кошка А на нас Везде И единственное Никогда не ожидал Что Поселковый совет В течение недели Дал ей сто тысяч Перевел На сберкнижку Займитесь кошкой Займитесь А то она у вас Так Все мы прощаемся Да Ну спасибо Я Честно говорю Надеюсь Если вдруг Собственно У нас Получится И я надеюсь Все таки Вот При своей невиновности Ее доказать Ну Дважды после этого пожара Тушил пожар Дважды И все равно виноват Я тут все помню С вас материал проверки Копии материала Так я вырубаю Ну Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому